В этом видео я расскажу, как бесплатно выучить любой язык, используя чат GPT. Потому что лето, много времени, и почему бы его не воспользоваться и бесплатно выучить язык. Так как я сама выучила 4 языка, я знаю, как это трудно подобрать нужную программу, приложение, курсы. Но проблема в тех самых программах и курсах тем, что они платные, а если бесплатные, то значит так себе. Они не используют никакие кастомизированные программы под тебя. Только частный репетитор, возможно, это сделает. И, соответственно, у тех, у кого нет времени или желания нанимать репетитора, бесплатно может нанять себе чат GPT. И сегодня я покажу все лайфхаки, как он обучит тебя любому языку. В первую очередь нам нужно будет структурированный план обучения под тебя. Для этого нам нужно сказать чату о вашем текущем уровне владения языком, сколько времени вы готовы уделять на это каждый день и наши цели. К примеру, я хочу говорить свободно, либо хочу говорить только на специфическую тему какую-то. И за сколько мы хотим им овладеть. К примеру, я полностью новичок в испанском языке. Я бы хотела выучить испанский, чтобы говорить на уровне чуть выше базового с местными за 6 месяцев. Я могу уделять этому 1 час в день. Придумай, напиши мне структурированный план изучения испанского по принципу Паретто. Принцип важности гласит о том, что 80% результатов приносит всего лишь 20% действий. В языке это 80% случаев мы используем всего лишь 20% от всего словарного запаса. Поэтому, чтобы выучить какой-то иностранный язык, нам достаточно всего лишь этих 20%. И он нам написал структурированный план обучения на 6 месяцев. Первая неделя, третья, четвертая неделя, пятая, шестая, седьмая, восьмая. Дальше. После того, как мы получили план по неделям, нам теперь нужно расписать его по дням. Будем расписывать не все сразу, а по чуть-чуть, так как чат помнит нашу переписку. И так как я не хочу, чтобы были у вас использованы какие-либо ресурсы для начала, я хочу, чтобы он был моим учителем и предоставлял все только себя. Не давал никаких ссылок, пойди туда обучись. Теперь я вставляю от одной до вторых недель и говори, теперь распиши мне это по дням. Чтобы я тебе скидала, к примеру, день первый, и ты мне уже писал конкретный по день первому, что мы сегодня изучаем, давал мне домашку, мы сразу же это проходили. В другой день напишу там день второй, пиши мне на второй день. И вот первый урок готов, где он расписал буквы алфавита первые, он рассказал самые главные слова, которые мы сегодня выучим, и цифры. Далее он нам дал задание, так как он сильно вжился в роль учителя, он написал запиши мне аудиозапись, хотя этого делать нельзя, но как бы есть погрешности, но нам это не страшно. И дает нам задание, к примеру, напиши мне приветствие на испанском языке. Если нужно еще больше попрактиковаться, больше заданий, мы просто пишем, напиши мне еще задание, чтобы проверить, как я выучила материал. И он мне пишет другие задания, к примеру, состав диалог, используя изученные фразы, напиши мне простой разговор, приветствие двух людей, обмен приветствиями. Напиши мне на испанском числа от 1 до 10, то есть он дает нам больше заданий. И дальше мы там пишем задание, проверяй меня, и он тебя будет проверять. И вот так вот каждый день мы можем день второй, день третий и обучаться этому материалу. Следующее, если нам нужно произношение, так как мы учим язык, несмотря на то, что он пишет нам, как произносить каждое слово, мы также можем ему об этом сказать, если он это не написал. Очень немаловажно послушать, как говорят именно нейтивы. И для этого мы тоже можем попросить чат GPT, чтобы он нам дал бесплатные источники, как проверять произношение. Вот я написала ему, что я не могу записывать тебе голосовые, дай мне бесплатные ресурсы. И он дал ресурс, к примеру, тот же Forva. Я не знаю, как читает это испанский, пишу como estas, вставляю это como estas в Forva бесплатный сайт, и слушаю. Классно, да? То есть он нам еще и дал бесплатный сайт, где мы можем проверять все наши слова по произношению. Следующее, так как я знаю 4 языка, все свои 4 языка, я практиковала, смотря фильмы. Но не все подряд фильмы, а именно какие-то суперпростые, где больше жизни, где больше таких диалогов между людьми, чтобы обучаться не на какие-то специфические темы, а просто фильмы про жизнь. И в этом и прелесть чата GPT, что если в гугле нам нужно будет гуглить эти фильмы здесь, сделай выборку простых к пониманию фильмов, специально для тех, кто учит испанский. Ты знаешь, что я новичок, и сегодня был мой первый урок. Я хочу помимо твоего материала дополнить это просмотров фильмов. И вуаля, и он кидает нам самые там простые мультики. Вот, пожалуйста, анимационная комедия, анимационный фильм, комедия-драма. В общем, материалы, которые мы можем посмотреть и поизучать, как бы к дополнению попереводить. Заметьте, ко всему можно найти решение, если этого хотеть, а в чатом GPT, ну тут просто, ну невозможно не хотеть. Следующий немаловажный фактор, а это именно слова. По своему опыту скажу, что не учите грамматику в начале, она не нужна, учите слова. Я обучалась как можно количеству большому слов, чтобы потом их произносить. И потом со временем ты сам понимаешь, как что вставлять, как правильно говорить. И у нас есть чат GPT. И мы сразу же просим, помимо нашего обучения, напиши мне 100 самых популярных слов на испанском языке в табличке. Вот он напишет табличку там, мы берем эту табличку с переводами, можем написать на русский перевод сделать, и можем ее скопировать, и, соответственно, распечатать, и каждый день учить и практиковаться. Следующее. Помимо того, что мы проходим уроки, помимо того, что мы учим слова, немаловажно это именно общение, именно вести переписку. И если раньше я искала подобные сайты для переписок, где же можно найти партнера, кто с тобой попереписывается? Сейчас это можно сделать с чатом GPT, и он будет твоим партнером по переписке. К примеру, мы пишем, давай пообщаемся, чтобы укрепить мои знания. Пиши мне фразу, я буду на нее отвечать. Фраза Дальше. Мы не знаем, скорее всего, что это такое. Мы можем перевести это, либо можем попросить, переведи эту фразу, я не совсем поняла. И дальше вот так вот вести нашу переписку с ним. Это, кстати, очень помогает изучению языка. Чтобы проверять себя, мы можем давать нам тесты каждую неделю. К примеру, мы прошли 7 уроков в неделю, мы просим дать ему какой-то большой тест, чтобы закрепить все знания. По, опять же, тому, чему мы выучили, почему очень классно именно чат. Ну и, как я обещала, еще немаловажный момент, это произношение, а именно то, чтобы мы практиковались. Мы говорили и слушали, понимает ли меня чат. Также он со мной вел диалог, и я слышала, понимаю ли я его. Как это сделать? Мы заходим в Google Chrome, скачиваем Voice Control for ChatGPT. Дальше добавляем его в наш Chrome. И теперь наш чат обретает голос. И далее можем написать. Я пишу теперь, говори мне фразу на испанском, а я буду отвечать на нее. Пиши сразу фразу без английского и русского, и без представления. И сразу же фраза пошла. Дальше хочу, что я отвечать. В общем, вы поняли. И вот так вот вести переписку, дальше с чатом, практиковаться, переводить. Круто, классно! Изучай, обучайся любому языку бесплатно. Сегодня были все бесплатные материалы и как можно выучить. Лайк, коммент. Расскажи всем, кто хочет учить английский язык, но у него вечно какие-то отговорки. Ну все, всем пока, давай. Хороших выходных, хорошего лета. Пока!